Заторов много на канализационных сетях, 56 заторов за неделю. В том числе затор на самотечном канализационном коллекторе диаметром 400 мм в районе улицы Гагарина, 22. Принято тех решений, выполнена перемычка между восточным и западным коллекторами для обеспечения пропуска стоков северной части города. И на сегодняшний день мы планируем проведение земляных работ и возобновление работы этого участка канализационного коллектора, который на сегодняшний день осушили для выполнения работы. То есть это работа плановая, мы ее сейчас планируем к выполнению. По химическим реагентам запаслись, в том числе с запасом на новогодние праздники по водоподготовке, водоотведению. Значит, по отключению на сегодняшний день, в пятницу было заседание ТМИСИ ТБЧС, по отключению ДТЭК Облэнерго подстанции «Новая» на предприятии «Восток Руга». Вы сообщите, что эти отключения будут незаконны, если вас отключат. Да, значит... На камеру сообщите, почему незаконны. Вы процитировали на совещание, там, в нашем альтернативном, нормативный ампийский, пожалуйста, процитируйте, потому что я не понимаю, что происходит. От этой подстанции «Новая» запитана канализационная насосная станция номер 2 Желтовского водоканала, которая пропускает, перекачивает 30% всех сточных вод предприятия, значит, и всех сточных вод города на канализационные очистные сооружения. Значит, водоканал был предупрежден, была энергия о том, что такая вероятность 21 числа может быть по Восток Руги, значит... Но законодательство запрещает это делать, потому что водоканал является потребителем первой категории и имеет несколько вводов на обеспечение работы насосного оборудования. Значит, к сожалению, эти все ввода запитаны от этой же подстанции «Новая». Поэтому на сегодняшний момент, вот сейчас, по информации главная энергетика Восток Руды, все равно Облэнерго такую акцию планирует на 14 часов. Значит, мы со своей стороны предпринимаем технические, организационные, административные меры для того, чтобы сохранить оборудование в случае отключения, значит... Ну и дальше, естественно, будем, как говорится, выходить на силовые органы. Ну и кроме того, они не имеют права отключать тех потребителей, которые оплачивают за электрические услуги. Они обязаны, если правильно я понял, отключить только того потребителя, который должен за электрические услуги. Правильно? Да. Вот такая ситуация по Восток Руде. Значит, поэтому мы держим это на контроле. Я еще раз говорю, мы сейчас выполняем технические мероприятия для того, чтобы, если будет отключено, для того, чтобы сохранить оборудование, насосное оборудование, канализационные насосные станции. На совещании обсуждался вопрос с моей подачей обходного маневра, вы помните, да? Да. Обойти вообще этот трансформатный, запитаться, обойти ко мне? Ну, это Облэнерго и предлагает, оно предлагает получить технические условия и выполнить их по строительству новой системы электроснабжения от источников Облэнерго. А источники Облэнерго у нас только два. Это подстанция электронная и подстанция северная 154. Значит, это очень большие капиталовложения предполагаются, поэтому мы не против иметь надежное электроснабжение, но в то же время это очень большие капиталовложения предполагаются. И по аварии, которая случилась в воскресенье, в субботу, когда я ехал на работу напротив городского суда, водоводского производства, повреждения... Ну, это было неделю назад, значит, перемычка, перемычка за кольцо, значит, между улицей Буденова, улица Кропоткина, чугунный водовод диаметром 200 миллиметров, в результате перепада температуры разрушился. А кому просто провалить? Разрушился, он чугунный, значит, поэтому нам пришлось... А в глубине он находится на глубине 4,5 метра, значит, благодаря тому, что мы освоили на предприятии изготовление определенного, в общем-то, ремонтного оборудования по технологии Голландии, значит, хомуты быстро монтируемые, мы на предприятии их сами изготавливаем, поэтому удалось нам эту аварию, авария была очень серьезная, локализовать буквально за несколько часов. Значит, по заработной плате на завтра планируется, средств в полном объеме нет, ВОЗГОК не рассчитался еще до сих пор за октябрь месяц, на завтра я направил на это предприятие предупреждение, и в случае неоплаты, значит, придется завтра применять меры по отключению этого потребителя. Какая сумма задолженности из Восточного Голлока? Порядок цифр? Миллион триста тридцать восемь тысяч. Ну и озвучите задолженность потребителей Ваших физических риск на сегодняшний день. На сегодняшний день по населению 8 миллионов 668 тысяч, причем не отсужено из этой суммы только миллион, остальное все отсужено, исполнительная служба не исполняет. По коммунальным предприятиям 3 миллиона 227 тысяч, по промышленным предприятиям 7 миллионов 620 тысяч, по льготам и субсидиям 1 миллион 165 тысяч и всего дебюторская задолженность составляет 21 миллион 42 тысячи на сегодняшний день. Основная часть из этой задолженности решением судов отсужена, единственное то, что, как говорится, исполнительная служба их не исполняет, в том числе по Желтоводской теплосети. И кредиторская с какого-то задолженность? Кредиторская 12 миллионов. То есть меньше гораздо? Гораздо в два раза, да. Но у вас теплосет, я так понимаю, не самый же большой должник? Самый большой должник у нас на сегодняшний день совпал Желтовеченский, 6 миллионов 425 тысяч. Но если деньги не будут поступать, то если денег нет, то, по-моему, службе тоже нет. По совхозу у нас завтра, вы знаете, совместные... Выездное заседание, да. Еще вопросы у вас есть. Мы готовимся. Все, у меня еще спасибо. По реконструкции сетей города работа ведется? Работа ведется, значит, те формы и тот опростик, которые мы получили от помощника народного депутата, значит, мы сейчас готовим пакеты документов, там серьезные документы, мы постараемся... Реконструкции вы доведите все-таки общественности, если вы ведомы, там будут эти деньги, не будут, то, по крайней мере, вы работы ведете для того, чтобы что получить? Для того, чтобы получить средства на выполнение реконструкции и получить, в конце концов, значит, результаты по водоснабжению населения города. Речь идет о реконструкции всех сетей? Речь идет о реконструкции сетей водоснабжения, пока, да, значит, мы с помощью народного депутата, с вашей помощью, значит, с помощью помощника народного депутата, сейчас из фонда регионального розвитка, с помощью доржавного бюджета, предполагается выделение очень серьезных средств по системе чистая вода, есть такая программа, значит, мы со своей стороны имеем очень много проектных наработок по этому направлению, вот, есть определенные возможности по проектированию тех участков, особенно магистральных трубопроводов, которые от Ингульца до нашего города проложены и находятся в очень плохом техническом состоянии, поэтому за счет средств государственного бюджета и проектирования, и выполнения работы, предварительно, значит, на 16-й год планируется выполнение проектирования, выполнение экспертизы проектов и на 17-й год финансирование этих направлений, причем финансирование от первого подъема, то есть от речки до потребителя, вот, поэтому мы вот по этим вопросам сейчас готовим материалы, естественно, будем выходить на те проектные организации, которые будут заинтересованы в этом процессе, ну, и при подтверждении финансирования, я думаю, что результаты будут хорошие. И по резервному водоему, коротко, мне известна ситуация, все-таки доложите. Значит, по резервному водоему, водобуду. На резервном водоеме водобуду у нас находится насосная станция номер 2, значит, насосная станция находится в рабочем состоянии. В любой момент, в случае отключения по какой-либо причине с ингульциала водоснабжения, мы переходим в течение 15 минут, переходим на резервный источник водоснабжения. Значит, все оборудование в наличии, все оборудование прошло техпрогон, значит, соответствующий персонал, который необходим для выполнения перехода на резервный источник, значит, находится на предприятии, работает в постоянном режиме. Продолжение следует...